Меня зовут Яна, мне 23 года, я из города Колонны, сейчас работаю в Москве. Чем занимаетесь? Занимаюсь в компании менеджер по закупкам, работаю с Китаем, с китайскими поставщиками. Хорошо, Ян, расскажите, пожалуйста, почему вообще выбрали в свое время китайский язык? Ян, посоветовали знакомые, которые уже знакомы, а я, которая изучала китайский язык, получала образование непосредственно в том вузе, который закончила я, ну, уже после нее, посоветовала поехать туда на месяц. Потом я поехала, мне понравилось и осталась там. Ян, а вот перед тем, как решили учить китайский язык, определились уже, были какие-то страхи, боялись, может быть, чего-то, сложности какие-то? На самом деле, конечно, сомнения, волнения были, но у меня был огромный интерес к Китаю в целом, к его культуре, истории, что позволяло мне закрыть глаза на все волнения и какие-то сомнения и продолжать учить. А сколько в общей сложности вы учили китайский язык? В общей сложности год я, давайте так, год я изучала китайский язык перед бакалуриатом, потому что я начинала его изучать прямо вот с нуля. У меня был год языковых курсов китайского языка, и после этого года я свободно могла разговаривать на китайском языке, то есть базу употребляю, я имею в виду, применять его. А была возможность где-то подработать, ну как-то использовать уже китайский после года? Да, конечно, ну, во-первых, не то, что его подработать, а именно в начале мы использовали его в общении с друзьями, с китайцами нашими. Потом, конечно же, я участвовала в различных выставках, ездила на заводы, помогала с переводами, ну и так далее. Где только можно было, там его и употребляла, чтобы изучить. Хорошо, то есть возможность была уже подработки даже на начальных этапах, первый год. Хорошо, а сейчас потом вы вернулись в Москву, правильно? Да. А на данный момент, расскажите, где работаете? Сейчас я работаю в компании, менеджером по закупкам. То есть я сейчас общаюсь, ищу и общаюсь с поставщиками китайскими, с заводами по производству каких-то определенных деталей для нашей фирмы. И употребляю там китайский язык, то есть это полная переписка с поставщиками на китайском языке, обсуждение различных вопросов, интересующих нашу фирму, их как фабрик и так далее и тому подобное. То есть условия на работу, зачисление трудоустройства, было именно владение китайским языком, правильно? Да, конечно. Ян, а до вашей основной работы вы искали что-нибудь, какие-то варианты? Да, конечно, на самом деле вариантов куча. Из интересных таких, на которые я, собственно, и положила глаз в тот момент, это был центр по применению традиционной китайской медицины, ну и логистика. В центре традиционной китайской медицины я работала переводчиком, переводчиком между профессорами нашими китайскими и пациентами нашими русскими. То есть вариантов работы с применением китайского языка было немало, да? Да, на самом деле да, и это настолько разнообразные варианты, вот как минимум с медициной меня перекинуло на логистику. Честно, вы можете развиться в любой области с знанием китайского языка. Ян, а если не секрет, по заработной плате, сколько платят именно специалистам с применением китайского языка? Ну, давайте так. Минимум по зарплате это вот 1000 долларов. Если у вас есть уверенная база китайского языка, то вы сможете спокойно рассчитывать именно на эту сумму. Ян, и последний вопрос. Скажите, вот кому бы вы посоветовали изучение китайского языка? Всем. Ян, ну и напоследок, скажите нам что-нибудь на китайском. Информация была очень интересная. Зайген. Байбай.